Первая киноперемена и оригинальный кинотрофей. Вот такой памятный приз получат победители Владимирского фестиваля. Его главная идея о детских грезах и их воплощении в жизнь. Статуэтка смотрящего в небо и мечтающего маленького принца стала олицетворением этой идеи. Оскар по-владимирски в трех деталях символах. Кинолента, земной шар и юный зритель. Автор трофея Игорь Черноглазов, заслуженный художник России из областной столицы. Именно во Владимире состоялся фестивальный дебют. В зале ОДК звездные гости всероссийской киноперемены. Оксана Сташенко, режиссер и актриса, а еще автор фильма «Открытие фестиваля». Вовка, вторая короткометражка Оксаны. Фильм о мальчике, у которого нет мамы, снимали во Владимире, одном из любимых городов режиссера. Киноперемена – это четыре фестивальных дня. В конкурсной программе художественные и анимационные фильмы. Их оценят в том числе дети. Главные герои и члены жюри Большого праздника кино. Он охватит поселки Красная, Горбатка и Ставрово, а еще города Кольчугина, Радужный, Юрьевпольский и Владимир. Разные площадки киноперемены играют важную роль, отметила министр культуры. Я понимаю, что в моем детстве было столько всего, что непонятно сейчас моему внуку. И вот мне кажется, из-за того, что у нас нет ретро-показов открытых, общедоступных таких, чтобы они были массовыми, вот именно здесь и теряется такая ниточка, которая нас постоянно связывает. Символ связи поколений на киноперемене – Красная дорожка. По ней прошли заслуженные артисты России, любимые кинозвезды, популярные режиссеры. А с ними за руку юный герой их фильмов. Вел торжественную церемонию Александр Алладышев, актер театра и кино из областной столицы. Он папа маленького сына. Вместе они часто смотрят современные мультфильмы. Я так же реагирую, мне кажется, как дети. Могу заплакать, могу что-то там громко кричать. Ну, то есть это на меня работает очень эмоционально. Мне кажется, детское кино, оно сложнее. Если во взрослом, мы как-то так еще сидим. Да, это было хорошее кино. А детей-то, если не понравилось, то не понравилось. Истории о добре и зле, дружбе и коварстве, любви и предательстве. Всего 12 картин. Новинки кинопроката. Художественные и анимационные фильмы конкурсной программы фестиваля отечественного производства. Киноперемену по доброй киношной традиции открыли очень символично. Мы понимаем, что тема кинофестиваля, она востребована на Владимирской земле. Люди с удовольствием, во-первых, приходят. Ну, а потом тема кино и Владимирская земля, они просто неотделимы друг от друга. Вот так все соединилось в одном месте, в одно время. Яркое 3D-шоу, открытие, творческие подарки от звездных гостей киносмотра, стихи, песни, громкие аплодисменты. Первый день киноперемены покорил Владимирских зрителей. А их в зале ОДК было около семи сотен человек. Фестиваль только начинает путешествие по региону. Киноперемена продлится до 22 октября. Программа опубликована на сайте Владимирского киноцентра. К мероприятиям может присоединиться каждый житель Владимирской области. Наталья Забнина, Алексей Кандалов, Владислав Панин. Телеканал «Вариант».